Всем привет, спасибо, что пришли. Меня зовут Александр Алексеев. Мой доклад называется «Профилирование кода на C++ в звездочкой Nix системах». Это ссылка на мой блогик. Она тут не случайна, я еще расскажу почему. Вот, два слова о себе. Я работаю в замечательной компании Postgres Professional. Занимаюсь разработкой ядра Postgres, написанием для него экстеншенов и всякими такими задачами. Также вы меня можете знать по подкасту DevZen. Если не знаете, то послушайте. Может быть он вам понравится. Мы пытаемся делать довольно разнообразный подкаст с хорошим звуком. То есть там типично первые 40 минут это интервью с каким-то гостем, потом минут 40-50 обсуждение новостей, потом ответы на вопросы слушателей. В общем, стараемся делать, чтобы было и интересно, и познавательно. Подкасту уже больше двух лет. Да, о чем будет доклад, что здесь будет? Это вот такой долгий перечень инструментов, которые я использую для профилирования умной книжки, красивой картинки. И вот, обратите внимание, когда я делал этот доклад, изначально это был вообще наш внутренний доклад в компании. И в нем было много всяких таких сильно технических вещей, типа как установить инструмент, какие команды в башне набрать, чтобы им воспользоваться и так далее. Когда я его подавал на high-low, то, если вы не знаете, то у всех докладчиков, у них проходит суровый коучинг, многократный, и при том по разным векторам. То есть там один коучинг, он обязательный, а один, ну, остальные не опциональные, при том опциональный коучинг, это там типа как побороть боязнь сцены в таком роде. То есть очень сурово подходит, очень серьезно подходит к организации всего этого дела. И организаторы, они предложили убрать всю эту техническую часть и добавить больше cool story, красивых скриншотов и так далее. А те, кому интересно вот именно как это запустить, какие команды набрать, те могут обратиться к документации. И недаром на первом слайде была ссылка на мой блогик, потому что все там есть. То есть если вас интересует, а вот там системтаб, он как-то сложно собирается на линуксе, да, то вот открываем ссылку с первого слайда, и там будет вот прямо все-все-все. А в этом докладе будет скорее такой обзор, чтобы вы представляли, какие инструменты вообще есть, и, ну, что они дают, и когда какой использовать в таком роде. И да, я уже говорил в начале, я немного жалею, что не назвал доклад профилирования практически чего угодно, как мне подсказывает, примерно где угодно, потому что необязательно быть программистом на C++, чтобы интересоваться этими инструментами. То есть у всех же есть в продакшне там NGINX, Redis, не знаю, виртуальная машина Erlang, все это написано на C, ядро линукса в конце концов. Все это написано на C, это нужно, ну, оно иногда тупит, ну, то есть в моем случае тупит пасгресс, вот, у вас он тоже может быть в продакшне, и я вот этими инструментами пытаюсь выяснить, почему он тупит или почему он жрет много памяти. Вот, а у вас могут быть какие-то другие программы на C, которые тоже ведут себя странно, и вот все эти инструменты, они вам помогут, даже если вы, не знаю, на C пишете редко или вообще не пишете. Небольшой дисклеймер. Дело в том, что я не являюсь разработчиком одного из этих инструментов или, не знаю, ну, я вот простой программист, который пользуется этими инструментами. Поэтому я не знаю, вот, могу не знать каких-то всех их возможностей, я не знаю абсолютно всех инструментов, которые существуют. То есть у нас, например, в компании кому-то нравится инструмент под названием O-PROV, по-моему, он так называется, но я вот в жизни его никогда не использовал. Вот, но мне говорили, что он похож на O-PROV. Так что, вот, не воспринимайте это, что я такой прям великий гуру всех названных инструментов, комичу в них или что-то в этом роде, я вот пользуюсь ими, они для меня неплохо работают. Вначале, вот, пока мы ждем людей, вообще мне предлагали в 15 минут начать, потому что это первый, ну, доклад в 10 утра, самые первые люди едут на автобусах, автобусы стоят в пробках. Вот, вначале у меня будет такая небольшая, не слишком техническая часть о том, как не надо делать бенчмарки. Потому что, вот, ну, я наблюдаю, что люди часто делают типичные ошибки, когда делают бенчмарки. Да, то есть, во-первых, это неповторяемость. Когда вы открываете какой-нибудь бложек, и там такая классная статья, что, а вот мы померили что-то и получили вот такие красивые графички, и там наше решение, которое стоит не так уж дорого, там, типа, в 500 раз быстрее, при этом не приводится никаких данных для повторения этого эксперимента, никаких скриптов, ничего. Это, наверное, хреновый бенчмарк, и нужно сразу эту страницу закрыть. Но если вы не можете его повторить, как можно ему вообще верить? Ну, вы должны хотя бы примерно такие же результаты мочек воспроизвести. Вы измеряете не то, что думаете. Типичный пример — это, например, мы хотим померить, а как быстро у нас жесткий диск работает. Мы там весело набираем dd и f, там, не знаю, что-нибудь, куда-нибудь, да, пишем в диск и меряем. А как быстро он, собственно, пишет? Кто из зала может, ну, знает, почему это не измерение скорости диска? Правильно, да. Потому что, на самом деле, вы померили скорость, с которой у вас кэш-файловая система работает. И как это обойти — это тоже интересная проблема. Взятие среднего. Это меня всегда бесило на наших митингах. Вот я вижу, в первом ряду слушатели понимают. Нам нужно понимать, как быстро мы отвечаем пользователю на запросы. Давайте построим в граффити график среднего времени ответа. Проблема в том, что этот график не показывает вам… То есть у вас могут быть среднее время красивое, не знаю, 15 миллисекунд, но есть пики такие по 15 секунд. И они могут быть очень редки, и вот это взятие среднего, оно их смазывает. И вы думаете, что у вас все здорово и замечательно. На самом деле это не так. Поэтому строите хотя бы среднее и максимум. Это уже даст вам вот такую картину. Если для вас это слишком просто, стройте процентили 95-99. Это даст вам еще более хорошее представление, но их не очень дешево строить. И, в принципе, решаемо. А кто будет бенчмаркой с бенчмарки? Это такая проблема. Например, вы написали клевый тест, который меряет, сколько ответов в секунду генерирует ваше приложение. Померили, получили, не знаю, 4000 запросов в секунду. Думаете, что-то как-то маловато, да, надо оптимизировать. Давайте разберемся, где-то убит. Проблема в том, что ваш бенчмарк, он однопоточный. А под реальной нагрузкой ваше приложение там работает в, не знаю, сотни, в тысячи потоков. И, собственно, вы не учли, что ваш собственный бенчмарк – это батлнек. В данном случае это нужно понимать. Осутствие анализа – это когда вы померили, говорите, что-то тупит. Надо, не знаю, все отрефачить, все переписать. То есть нужно понимать, почему оно тупит. Игнорирование ошибок. Опять же, вернемся к примеру с вашим бенчмарком. Допустим, это не ваш бенчмарк, это АБ. И вы его натравили на свой сервис, померили, получили 5 миллионов запросов в секунду и радуетесь. У нас все очень быстро. Но вы не посмотрели, что все это, не знаю, ответы 404. Например. То есть нужно ошибки тоже учитывать. Неправильные настройки – это в моей сфере, в базах данных, это частая проблема, потому что Passgress, его настройки по умолчанию, они предполагают, что вы пытаетесь запустить его на микроволновке. Сейчас у нас сервера мощные, поэтому все настройки по умолчанию надо прям очень сильно менять. Там побольше шарит бафер, побольше воркмема. И понимать, что эти настройки делают. То есть если вы видите бенчмарк, там даже с данными, на которых тестировались, даже с скриптами, но там сказано, мы тестировали с настройками по умолчанию, по умолчанию, не знаю, MongoDB и Passgress, все, можно закрывать. Настройки по умолчанию – это неконструктивный способ понимать, что быстрее. Нетипичная нагрузка, ну, не знаю, у вас 90% времени что-то читает, 10% пишет, а вы решили, напишем бенчмарк, который 50-50 и так и так делает. Ну, зачем такое тестировать? Ну, то есть вы что-то с оптимизируете, просто это вам в продакте не сильно поможет. Маркетинг и подгон. Тут у меня есть небольшая колл-стория. Я достоверно знаю, что есть некоторые, ну, были лет назад производители железа, которые знали… Ну, вот был некий журнал, да, который тестировал компьютеры. Им нужно было… Ну, они знали бенчмарк, по которому этот журнал как бы тестирует компьютеры, и они свое железо собирали так, чтобы оно на этих бенчмарках выглядело хорошо. Вот, в результате все очень здорово продавалось. Вот, это как бы первый способ подгона. Другой способ подгона, это, не знаю, просто… Ну, можно MongoDB привести, да, то, что они всегда на маленьких датасетах все свои бенчмарки гоняют, поэтому у них все помещается в памяти, здорово работает. Когда у вас датасет перестает помещаться в память, все перестает здорово работать. Вот, то есть нужно понимать, что это существует, это не иллюзорная такая вещь. Ну, и другие свойства, то есть… близкий мне пример, да, Oracle против Postgres, что быстрее. Вот, может быть, Oracle, он и быстрее, там, не знаю, в 10 раз, да, но он и стоит как вне себя. Это надо тоже учитывать. Может и нет. Я не бенчмаркал Oracle ни разу, и вообще никогда его не видел, если честно. Говорят, немного потерял. Начну с того, как не надо, скорее, бенчмаркать код, но для создания полнотой картины. Самый простой способ – getTimeOfDay. Дедовский метод, когда мы… Вот у нас есть кусочек кода, мы хотим понять, насколько он быстрый или медленный. Мы померили время в начале, выполнили код, померили время в конце, посчитали дельту и сделали вывод, что код выполняется столько времени. На самом деле, не самый идиотский способ. Иногда он удобный. Удобен он, например, когда у вас этот код иногда тупит. То есть очень редко, там, раз на 10 тысяч запросов, например. Вот почему нет. Плюс к этому он не такой дорогой, как принято думать, потому что у вас не происходит системный вызов, как можно было бы думать в Linux, и не только в Linux есть… Ну, не в Linux, эти механизмы по-другому называются, да? Называется VDSO. По сути, у вас есть страница в ядре, которая мапится в адресное пространство всех процессов, и ваш же getTimeOfDay, он превращается в обращение к оперативной памяти, никакого Cisco не происходит. Ну, и не стоит его, конечно, использовать, несмотря на то, что он дешевый. Если вы делаете что-то со спинлоками, потому что спинлоки, они сами по себе довольно быстро работают. То есть у вас… То, что вы меряете, оно должно миллисекунды хотя бы выполняться. Иначе у вас просто погрешность будет на уровне измерения. Инструменты такие, как S-Trace, L-Trace, S-Trace — это во фряхе. Прикольные инструменты. У них есть флажок минус C, который показывает, показывает, сколько времени у вас, какие Cisco выполнялись. Ну, L-Trace — он библиотечные процедуры измеряет. Вот, S-Trace — он Cisco. Вот, но тоже, в принципе, где-то может быть удобно в каких-то задачах. Не могу сказать, что я этим часто пользуюсь. G-Proof есть такой прикольный инструмент. Тут приводится пример его текстового отчета. Тоже понятно, что вот у нас есть процедура в программе, вот столько раз они были вызваны, столько времени это в процентах выполнялось. Ну, простой наглядный отчет. Вот, если вы написали микробенчмарк, ну, можно пользоваться. С помощью G-Proof еще можно генерировать такие картинки. Это, скорее, пример того, как не надо делать. То есть запомните эту картинку. То есть здесь у нас сколько? Четыре, шесть квадратиков, да? Вот, обратите внимание, как много они места занимают. Тут имена, процедура, над стрелочками, что-то все время понаписано, ничего не понятно. Очень много места занимает. Вот, мы увидим намного более наглядные отчеты, чем этот. Вот, но, в принципе, красивая картинка. Можно начальство показать, понтонуться. Удобно. Отладчики. На самом деле, это уже пример инструментов, которые приходится использовать на практике, даже при профайлинге, потому что у них есть клевое свойство выполнять команды батчем. И туда можно написать в этот набор батч команды bt, получение бэктрейса. Это очень удобно при отладке лог контеншена, когда у вас происходит борьба за локи. Здесь у меня есть небольшая cool story. То есть, это, по-моему, был самый первый патч, который я написал для пасгресса. Или второй, не помню. У пасгресса, у него есть своя реализация хэш-таблиц. Простите. Сильно заточенная под задачи пасгресса. И она, в том числе, может быть создана с такими флагами, чтобы она использовалась разными процессами. И пришел клиент с проблемой, что вот у меня на таких-то запросах, на такой-то схеме, что-то все тупит, пожалуйста, помогите. Интересно, что сначала вот с помощью этого приема с бэктрейсом он показал, ну, он, разумеется, ну, то есть он показал, что это выглядело так, что вы запускаете GDB, не знаю, там, 10 раз, да, в 5 случаях у вас бэктрейс висит на 7-оп, ну, то есть на взятие лока. Ну, то есть, а еще в половине случаев на чем-то другом, да, ну, то есть явно у вас процесс часто висит на спинлоке, что-то не так, простите, на обычном локе, что-то не так. По бэктрейсу удалось найти, а что это за код такой, который там берет лок, освобождает лок, и там долгая история, можете там в трейде прочитать, вот там ссылка есть на статью на хабре, где описан этот патч более подробно текстом, и там же есть ссылка на обсуждение в хакерс, где можно найти все технические детали. Вот этот кусочек кода между взятием и освобождением лока, он в свою очередь там проваливался куда-то в DinoHash, где он крутился на взятии спинлока. Вот, и, собственно, это удалось вот с помощью тупо-отладчиков найти, исправить, предложить патч, вот, и в результате вот этот спинлок, который в DinoHash, это хэштабличка в патч-грейсе. Спинлок, который там был, его превратили, я не помню, в 8 или 16 спинлоков, которые там при определенных условиях берется разный, то есть удалось его пошардить. Вот, и это уже в 96 есть. PRF замечательный инструмент. Поднимите руки, кому он уже знаком. Ну, так, я думаю, процентом 30 и так на вскидку. Вот, замечательный инструмент, потому что PRF-TOP, он показывает показывает топ-процедуру в данном случае в указанном процессе, сколько времени они выполняются. Тут я пытался, это немножко от Photoshop, ну, как бы, не Photoshop, а в GIMP обработанный вариант для большего контраста. Не знаю, видно или нет, но тут вот вверху там 30%, 20%. И мы видим какой-то ресурс-оунер, это неспроста в именах процедур. Вот, потому что у меня следующая колл-стория, она тоже про реальный патч. Опять же, пришел клиент, сказал, что у меня вот такие-то запросы, такая-то схема, все тупит, что делать. Вот, начали отлаживать. А у него такие, ну, такое интерпрайзное приложение, у него есть таблицы, у нее там, типа, тысяча дочерних таблиц в Postgres, если кто-то не знает, там есть наследование таблиц, как вот в ООП прям. И с помощью перфтопа вот мы видим, что в ресурс-оунере все тупит. Оказалось, что, ну, ресурс-оунер это такой объект, насколько слово объект, оно применимо для языка C, который хранит в себя разные ресурсы, там файлы, шаренную память, что-то еще, я не помню, их там 8 видов разных. И он написан в предположении, что обычно мы ресурсы выделяем и кладем их в массивчик, освобождаем в обратном порядке. И поэтому при удалении ресурсов он их начинает искать с конца. Ну, размер массива он знает. Ну, в смысле, у него есть индекс последнего элемента. Оказалось, что это условие выполняется не всегда, и ему приходится там во все стороны искать по этому массиву, поэтому он тупит. Патч заключается в том, что при определенном количестве ресурсов, я не помню, там больше 16 или какого-то такого порядка числа, этот массив, он превращается в хэштаблицу. Ну, то есть, как это правильно называется? Ну, когда вы конфликт разрешаете, вы по хэшу пришли в заданный индекс массива, потом идете там в одну из сторон. Кстати, к вопросу, если кого-то интересует, кому в третьем тысячелетии приходится писать свои хэштаблицы, вот я сижу и в двух патчах пишу свои хэштаблицы, потому что не подходит нам стандартная реализация, к сожалению. Вот, это тоже уже есть в 9.6, там ресурс-оунер не тупит, если у вас партицирована сильно таблица. Ну, в смысле, он все еще будет тупить, но просто слабее. С помощью перфы можно строить вот такие красивые картинки, это называется флеймграфы. Поднимите руки, кто знает, что это. А, уже поменьше, да. Процентов 10, так, на вскидку. Это читается снизу вверх, то есть внизу у нас есть процедура, потом пропорционально тому, сколько времени, где она проводит, но в свою очередь вызывает, у нас поделено на другие процедуры, потом вверх идем, у нас так же пропорционально делится, сколько времени она где проводит. вот, и так далее вверх. Это очень наглядный, ну, в смысле, это может быть непривычно, если вы такой первый раз видите, но на самом деле это очень наглядный отчет, намного нагляднее вот того примера с графом, который G-Pro встроит. Обратите внимание, как экономно используется место. И здесь, ну, на слайдах это нельзя показать, на самом деле это SVG, он, тут можно кликать во все это, и у него есть подсказка, которая там показывает проценты. вот тут есть увеличенный кусок, не знаю, вам понятно, нет, это вот где-то в середине, часть вот прям ровно в середине. То есть можно прям кликнуть и получить вот такой вариант. Ну, я показал это как мог. Собственно, собственно, это, наверное, все. Вот, но мы этим часто пользуемся, а на предыдущей работе мы таким же образом анализировали логи, там была другая история, был, как бы, ACO-кластер, если это кому-то о чем-то говорит, распределенное приложение, и мы по логам строили вот такие вещи, пытаясь понять, где же у нас тормозит код. Ну, логи, разумеется, нужно было со всех бэкендов агрегировать. В общем, удобная штука, я всем рекомендую. Есть такой мужик, зовут Брэндон Грэг. Вот, кто знает этого мужика? По-моему, еще меньше, чем знает про флеймграфы. А что странно, потому что, насколько я знаю, Брэндон Грэг – это, собственно, мужик, который изобрел флеймграфы и чуть ли не сам перв. Ну, наверное, он его не совсем один писал, но существо в него вложилось. Также он известен в видео на YouTube, где он орет на жесткие диски в дата-центре, и у него увеличивается latency. при обращении к этим дискам. Замечательное видео. Если кому интересно, это реальная тема. И, ну, правда, с HDD, с SSD, не знаю, это работает или нет. Вот. Была недавно прикольная история, похожая про то, как во время пожарных учений в банке вырубил весь дата-центр, потому что у них слишком громко свистели трубы, которые подают вот этот газ, который тушит огонь. Вот. То есть, тупо в вибрации воздуха вырубило все диски. Да, ну, к Брэндону мы еще вернемся, потому что он вообще он такой мужик, который знает все про профайлинг и очень много в это сил вложил. Сейчас он занимается этим в Netflix. PMC-stat – это инструмент исключительно для FreeBSD. У кого FreeBSD в продакшне? Поднимите руки. Вот, честно. Вау. Вау-вау-вау-вау. Четверо? Офигеть. Не, я думал, рука не будет вообще. А, пятеро. Офигеть. Честно говоря, я когда делал эти слайды, я думал, что рука не будет, поэтому как бы здесь подробностей особых нет про PMC-stat, потому что, ну, остальным это не очень интересно. Вот. Но краткое содержание такое, что с его помощью можно делать все то же самое, что с помощью перфа. Он также делает топ, он также строит флэмграф, и, ну, то есть, он ничем не хуже, просто команды другие. Вот, кому интересно, вот ссылка на конкретную статью, там все описано. Подмак нет. То есть, это чисто-чисто фрибейстер. Переходим уже к более таким, я бы сказал, серьезным инструментам. Systemtap, он, помимо прочего, позволяет, ну, вот, выше, выше. До этого был профайлинг там CPU, где у нас что тормозит. Systemtap, он позволяет делать еще больше, там вы можете посмотреть, буквально на все, что угодно в ядре, вешать свои хуки, типа, и померить таким образом, сколько времени у вас там, сколько у вас пакетов по сети уходит, там, обращение к диску, померяйте все, что угодно, то есть, ограничено только вашей фантазией. Systemtap позволяет писать вот такие вот скрипты, в данном случае трейсится вызов IP-RCV, ну, то есть, получение какого-то IP-пакета. Плюсы и минусы, ну, главный минус, ну, их два я бы назвал, во-первых, его очень, ну, это не какой-то официальный инструмент для Linux, это чуваки из Red Hat, если я ничего не путаю, запилили в основном для себя и в основном для трейсинга, отладки своего кода, как я это понимаю, вот, его очень неудобно устанавливать, там нужно скачивать пакет с отладочными символами ядра, потом его устанавливать, потом очень долго компилить сам этот систем-тап, а он так просто тоже не компилилится, нужны определенные версии либо эльфы, что-то там еще, вот, короче, довольно геморройно, но в конечном счете оно даже начинает работать, второй недостаток, то, что вам нужно хорошо понимать кода базу того, что вы хотите проанализировать, потрейсить, то есть, ну, не все знают, там, наизусть ядро Linux, а я точно не знаю, вот, но, если вы хорошо знаете свой код, то можете это использовать. Есть интересные свойства, код транслируется в C, потом этот, это компилируется в модуль ядра, этот модуль ядра подгружается и уже там собирает всю статистику и все трейсит. При этом вы можете не бояться, там, делить на ноль, разименовывать указатели, какие-то неправильные, то есть, это все, ну, если это написать в скриптовом языке, это не приведет к крэшу ядра, оно просто аккуратно свернет лапки и выгрузится, но ваше ядро продолжит работать. Есть автоматический вывод типов, поднимите руки с программиста на скалы и на хаскель, который радуется, один радуется, я вижу. Вот, ну, короче, да, автоматический вывод типов, правда, типов, там, типа два или три, но зато они автоматически выводятся. Ну, и лично мне было бы страшно использовать это в продакшене, ну, потому что это такое немного странно, ну, не производит впечатление стабильного инструмента, как, ну, один тот факт, что у вас скрипт секунд десять компилируется и загружается, что в это время будет там тормозить, не тормозить, не очень понятно, ну, я бы не рискнул, но, может, вы смелее. D-Trace тоже прикольный инструмент и не только для FreeBSD, как мы скоро узнаем, в Linux тоже есть, все хорошо. Вот, он похож на SystemTab, вот здесь, в этом примере, мы трейсим, а что мы, а, это вызов в пол, системный вызов в пол, при том для процессов, которые называются Passgress, вот, то есть здесь трейсится, с какими аргументами он вызывается и что возвращается. Плюсы-минусы, во-первых, он, в отличие от SystemTab, он прям, есть в системе из коробки, ничего не надо устанавливать, компиляйте, он вот просто есть, во FreeBSD, в Macе, для Linux он тоже есть, ну, если вы каким-то образом используете Oracle Linux, просто из любопытства, а есть такие с Oracle Linux? Не стесняйтесь. Ну, полруки я видел. В Oracle Linux есть D-Trace, да, кроме того, есть проект D-Trace for Linux на GitHub, он компилируется, работает, я проверял, то есть, в принципе, можно пользоваться. В отличие от SystemTab, D-Trace не страшно использовать в продакшене, то есть, заходите на ваш маг в боевом окружении и, пожалуйста, трейсите, профайлите, все что угодно. по моим, как бы, субъективным D-Trace, он такой, он больше для админов, потому что у вас в ядре есть куча пробов на все, что угодно, да, и вам не нужно знать кодовую базу, вы просто говорите, там, хочу, собрай статистику по IP-пакетам, да, сколько пришло, сколько ушло. Кстати, есть наборы готовых утилит, вам не нужно обязательно все скриптами самим писать, D-Trace Toolkit называется. Вот, а SystemTab, он скорее не для админов, а для разработчиков, то есть, я знаю код ядра, и я хочу вот в этом месте потрейсить, без написания какого-то кода, ну, в смысле, не патча его. До сих пор мы говорили про профайлинг, про профайлинг в плане использования CPU, да, но еще частая проблема это, а что если у меня отжирается много памяти? Лично вот мне нравится инструмент, называется HipTrack, он, если вы когда-нибудь использовали, как он называется, Valgrind Massive, по-моему, Valgrind Massive, да, извините, я подглядел вперед, он такой же, только быстрый. Вот, и, но с ограничением работает только на Linux. Здесь пример текстового отчета, не знаю, насколько вам хорошо видно, ну, то есть, тут найдено место, которое отъедает больше всего память, есть конкретный номера строк, именно файлов со сходниками и так далее. Кроме того, ну, он может строить вот такие красивые отчеты, это в массив, есть такой инструмент, массив Visualizer, вот, в нем можно открывать, это все в динамике, то есть, там, типа, память росла, потом он достигла своего пика, потом она там начала падать, опять освобождаться, ну, падать, освобождаться, опять выделяться и так далее, там справа есть трейсы, вот, все очень наглядно красиво, да, плюсы-минусы, во-первых, он быстрый, в отличие, опять же, от Valgrind, можно цепляться к запущенным процессам, можно запускать уже, ну, в смысле, запускать под ним процессы, красивые отчеты, он умеет находить memory leak, немножко кривенько их находят, то есть, если у вас там стандартная библиотека языка выделила там 16 килобайт под какие-то свои внутренние нужды и там при exit их не освободил, потому что зачем, вот, он скажет, что это memory leak, вот, но, в принципе, довольно, довольно полезный инструмент, несмотря на все это, вот, можно построить гистограмму, что у меня там кусочки памяти размером там 8 байт выделяются там больше всего, а кусочки памяти размером там 32 байта выделяются там чуть реже, вот такая красивая гистограмма получается, вот, про стэк он ничего не знает, если вам нужен стэк или если вам нужно что-то за пределами линукса, то используйте валграйнд, но я линуксовит, поэтому я ничего не знаю, ни про какой валграйнд. Есть такая интересная тема в линуксе, называется BPF, изначально это был Berkeley Package Filter, и как можно догадаться по названию, да, имеет отношение к Berkeley, к какой-то там фильтрации пакетов, но оно со временем, то есть это приземлил, BPF он где-то в 2-6 ветку приземлил свое время, но в результате его доработали, допилили, и по сути он превратился в, ну не без помощи уже упомянутого Брэндона Грэга, превратился в дитрейс в линуксе, вот, то есть он позволяет делать абсолютно все то же самое, но недавно у Брэндона был пост в блоге, где он пишет, что в ядро 4.9, которое сейчас все еще релиз кандидата, насколько я знаю, но скоро будет, туда приземлились окончательные изменения в BPF, и больших крупных изменений не будет, то есть они может быть что-то зарефатчат, может быть, немножко поправят, но вот так, что они будут много чего-то активно добавлять, и такого уже не будет. BCC — это набор утилит, который использует BPF для профайлинга разных мест ядра, вот тут на картинке, на самом деле это все название утилит, то есть тут, не знаю, вот есть TCP топ, внизу, который вот там стрелочка идет к TCP, позволяет там, но честно говоря, я не запускал, я не знаю, что он именно показывает, ну видимо топ потребления трафика, или что-то в таком роде, вот, то есть вы фактически можете любое место по трейсить, по профайлить в ядре. Недостаток у BPF в том, что у него еще нет своего скриптового языка, как есть в Dtrace, как есть в SystemTap, но в этом направлении уже есть наработки, то есть в частности парни из Red Hat, они подключились, они взяли свой SystemTap и сделали его сборку для BPF, то есть используется язык SystemTap, но оно работает на BPF. оно пока какое-то ограниченное, там, по-моему, вообще не поддерживает строковый тип, но они работают над этим. Суть в том, что BPF – это похоже наше далекое светлое будущее, и он является таким наибольшим общим знаменателем, которому в итоге пришли все компании, потому что там были какие-то скрипты у Facebook, был SystemTap у Red Hat, потому что им нужно было для разработки что-то такое трейсить, то есть они свою задачу решили, и им больше ничего не надо. А BPF – это в результате то, что должно решать нужды всех, и оно уже вот прямо в тедре из коробки готовое, и похоже, к этому в итоге все придут, через пару лет наступит. Прямо большое счастье. Главный вопрос, который будоражит и мы миллионов, хорошо, очень много инструментов, что, когда использовать. Лично я считаю, что… Ну и что я использую. Отладчики, если вы подозреваете лог-контеншн, его легко довольно заподозрить, вы в PERF-топе просто не будете видеть, что что-то жрет большое количество времени, наверное, оно и висит в логах. PERF, если вы думаете, что уперёшься в CPU, это в обычном H-топе всегда видно, то есть вот процесс, он жрет много CPU. PMC-стат, если у вас фряха. Systemtab, мне кажется, бесполезный инструмент под той причиной, что есть PERF, он удобнее. Это имеется в виду в контексте именно профайлинга. То есть профайлить я могу PERF, а для трассировки Systemtab, наверное, ничего. Но просто он не про профайлинг. D-Trace, это если вы сидите под маком, то D-Trace это ваше всё, потому что он умеет всё. Hiptrack для памяти, Valgrind, а я произносил Valgrind, да? Valgrind. Да, это опечатка, конечно. Valgrind massive, это если вы не на Linux, и BPF, это светлое будущее. Ну, сейчас, наверное, я бы не стал ставить 4-9 в продакт. Может, вы смелее, опять же. Книжки хочу порекомендовать с авторством Брэндона Грега. Первая – System Performance Enterprises and the Cloud. Это потрясающая книга. Её обязательно нужно читать всем поголовно. Это, наверное, одна из лучших книг, которую я вообще когда-либо читал как-то связанных с программированием. Она взорвала мозг мне, потом шрапнелью задела мозги коллег. В общем, просто прочитайте. Вторая книга, она про D-Trace. С авторством, опять же, Брэндона Грега в самовторстве с парнем, которого я, к сожалению, не знаю, чем он примечателен. Я её не читал, я её полистал. Это такой большой сборник рецептов про D-Trace. То есть там даётся команда, и что она делает. Там примеры скриптов. И так на тысячу страниц. Но мне кажется, это не очень интересное чтиво. Но если вы сильно интересуетесь D-Trace, там вечером полистать, я думаю, вреда не будет. Куча онлайн ресурсов. Блог Брэндона Грега подписаться обязательно. Он там постит умопомрачительные вещи. В общем, это очень клёвый блог. Блог D-Trace я тоже читаю. Там тоже есть интересные статьи. Дальше это сайт систем ТЭПа. В FreeBSD, в Вики и в хендбуке можно прочитать про D-Trace. Но даже если вы пользуетесь Mac, всё равно полистайте хендбук. Там хорошие есть примеры. И в конце это мануалы Intel. Там можно почитать, как, собственно, PERF, на чём он паразитирует. То есть, что такое вот эти PMC, Performance Measurement Counters и так далее. То есть, это всё прям в процессорах есть инструкции, которые позволяют всё это мерить. Вот. У меня всё. Я даже почти нормально по времени уместился. Если у вас есть вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо за доклад. Вот вы как бы в докладе больше сосредоточились на теме профайлинга при разработке приложения. А вот real-time профайлинг в продакшене. То есть, у нас есть некое приложение, оно уже работает. Как подцепиться, как посмотреть. Ну, там PERF-TOP можно сделать, но вот, допустим, там Mimlic, сеть, ещё какие-то вещи. Там SysDig, вот, например. Такую вещь вы вот не рассказывали. Вообще не знакомы с этим инструментом? Тут нужно сделать оговорку. Да, я разработчик ядра Postgres, у меня нет продакшена. Я шлю патчи в рассылку. Вот. И получаю баг-репорты на GitHub к моим там экстеншенам. То есть, это не так, что я прям захожу на сервера и там что-то делаю. Поэтому я не могу на это рассказать. Я знаю, что есть инструменты, да, и отопы, там всякие экзек-снопы и так далее. Я просто ими не то чтобы активно пользовался. Вот. Но я всё равно могу ответить на ваш вопрос, что принцип тот же самый. Вы заходите на сервер, набираете там PERF-TOP, да, видите, ТОП по процедурам, только ваше приложение должно быть собрано с отладочными символами, а это не создаёт большой оверхед на то, как он исполняется. То есть там буквально там процент или меньше. Вот. То есть берёте REDIS, собираете с отладочными символами и говорите PERF-TOP, видите, где ТОПИТ. GDB с выполнением бач-команд, по-моему, наши админы так и цеплялись перед тем, как это мне передали. То есть это, ну, это создаст какой-то небольшой тупняк в приложении, но незначительный. Ну, без тупняка никак. Как вы ещё это отладите? И к вопросу о памяти, хиптрек, он точно так же может цепляться к приложению и отцепляться от него по CTRL-C. Если есть приложение, шарит режим, он срочно, он там инжек, включен, если у вас приложение, например, на столичке, на армии, который не приезжает, то он никогда сам не может работать с ним, по-моему, но на запускании с его точебным процедурам. Я вот это не наялся. Где люди? Интересно. Но тогда краткий ответ я вот прямо сейчас не знаю. Наверное, по старинке там строить графики, искать в каком релизе это сломалось, как обычно откатывать, накатывать. У меня вопрос. Я здесь справа. Вот ты сказал, в самом конце доклада ты упомянул про инструкции процессора, которые помогают делать замеры. Вопрос как раз именно про продакшн, потому что очень часто картина, которую мы видим на девелоперской машине, она отличается от того, что на продакшне. Особенно, когда начинается огромная нагрузка. Можешь, пожалуйста, осветить немножко о чем ты говорил, говоря про поддержку со стороны процессора. Вопрос такой, что есть сегодня для того, что помогает в железе понимать, что происходит с софтом, не внося сильной нагрузки на сильных искажений в работу самой программы. Потому что, например, запустить продакшн софт под валгриндом просто невозможно. Ты не выйдешь даже на нужную нагрузку. можешь здесь по детали немножечко раскрыть? Может быть, ты что-то видел или хотя бы дашь какие-то инструкции куда гуглить? Мне кажется, это смешанный какой-то вопрос, потому что он с одной стороны про инструкцию семблера, с другой про отличие нагрузки в продакшне и на ноутбуке у разработчика. Ну да, под нагрузкой оно сейчас себя ведет не так, как у разработчика. задача разработчика это уметь воспроизвести именно тот кейс, который проявляется на продакшне. Пожалуй, это все, что я могу сказать. То есть мне, как это с моей перспективы выглядит, то есть опять же, я не админ. Мне сказали, у нас на продакшне вот такой стек трейс, вот он, прям кусок, держи. Примерно схема такая, примерно данные такая. Разберись, почему тупит. Ну и я подбирал такие данные, такие запросы, чтобы получить такой же стек трейс. Вот когда я разобрался, что вот он стек трейс, вот у меня такой же кейс воспроизведен, я его правлю. Действительно, довольно тупо править на ноутбуке у разработчика какой-то другой баттлнек. Скажите, пожалуйста, а что можете посоветовать для нахождения memory leak в Java, причем вне хипа? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не совсем Java-программист. Я видел в блоге у Брэндона то, что он с помощью BPF, если я не путаю, с помощью BPF очень круто профайлил Java. Это было буквально там неделю или две назад, поэтому вы по истории постов легко найдете. У него есть, по-моему, уже даже где-то видео выложены. Я думаю, там есть ответ на ваши вопросы. Здравствуйте. Спасибо за доклад. А вы используете санитайзеры? Гугловые или, скажем, силенговские санитайзеры? Что вы о них думаете? Я думаю, что санитайзеры это очень здорово. Это мое субъективное мнение. И если бы я писал какой-то сиршный проект с нуля, я бы сделал так, чтобы в TeamCist или в Jenkins санитайзеры прогонялись постоянно. И если что-то пошло не так, даже если это не совсем вина приложения, а просто санитайзер тупой, все равно откатывал бы и делал так, чтобы оно проходило с санитайзера, потому что они находят реально очень клевые ошибки. К сожалению, Passgress — это проект немолодой. Ему там 20 лет недавно было. И когда он создавался, про санитайзеры не знали, их не было. И я пытался проталкивать патчи, которые исправляли что-то, что находят санитайзером. Например, у меня есть одна колл-стория на эту тему. Например, у вас есть записи в write-ahead-log. И как это в Postgres работает? Вы выделяете там кусок памяти, я не помню, на стеке или молоком, потом туда, ну, у вас есть какая-то структура, которая соответствует записи валя. Вы туда что-то записали, 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 потом делаете write, и вот эта штука уходит в вал. Ну, и в Jenkins следом. Проблема в том, что вот эта структура, она не инициализируется целиком, и там есть за счет выравнивания мусор между полями. И, ну, строго говоря, это вот, ну, с точки зрения такого чувака, помешанного на безопасности, да, security-задрота, это большой баг. Потому что у вас что-то, что было в памяти, оно вот раз и уехало в файл. Вот, а там могут быть маленькие кусочки паралей. Вот, то есть я это нашел, я предложил патч, и его, к сожалению, отклонили, сказав, что, ну, это, конечно, здорово, да, но мы не хотим обнулять эту память, потому что это дорого. И если у чувака есть доступ к валу, то, наверное, у вас еще больше security-проблемы, чем там утечка пары байт из пароля. Вот, ну, наверное, это прагматично. Вот, но отвечая на ваш вопрос, санитайзеры — это крутейшая штука, я всем рекомендую их использовать. Спасибо за доклад. Вопрос такой, вот, ну, по крайней мере, мне пришлось столкнуться. Есть вот приложение, ну, точнее, приложение, потоки, которые постоянно что-то опрашивают. Ну, полинг-мод такой. Вот. И вот на самом деле вопрос в том, как вот их можно нормально профайлить, потому что у них вот эта функция опроса в том же перфи всегда будет в топе и с очень большим отрывом от всего остального, что они делают. при том, при том, что вот эти вспомогательные функции, которые там, кроме вот этой функции, они тоже очень важны. Если они будут там проседать, то в итоге производительность будет сильно ниже. Но вот именно из-за того, что вот эта полющая функция все время в топе, очень сложно понять. Там, по сути, чуть ли не статистическая погрешность на все остальные функции. Вот, сталкивались вы, есть какие-то подходы, как вот именно полющую функцию чуть-чуть отодвинуть назад и больше сосредоточиться на вот остальных. Я так с лета вот не готов предложить прям суперкрутое решение, кроме разделить на несколько процессов, например. А вы полите там хттп или что вы полите? Нет, ну просто я вот дпдк разработкой занимаюсь. Там, по сути, все потоки, они занимаются чтением безблокировочным и из очередей. Они читают что-то из очереди, при этом не блокируются. Если они что-то прочитают, они быстро, они почти что все время висят на этой функции чтения. И разбить это на несколько потоков невозможно. Они все будут полющими. Вообще в дпдке почти что все потоки полющие. И там очень сложно искать затыки. Вот очень сложно. При том, что, казалось бы, чуть-чуть какой-нибудь иф лишний добавляешь, вроде бы не изменяется нагрузка полющей функции особо, но приложение проседает под производительность. Не 10 гигабит, 9,8 становится. Ну вот, думаю, может быть подскажете что-либо. Нет, я боюсь, я вот так слет не готов вам ответить. Это довольно такой специфичный кейс. В общем случае, я бы рекомендовал не полить, а как-то по-другому получать данные. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Было очень прикольно. Вопрос, собственно, такой. Вот, допустим, у меня есть сервис. Ну, неважно на продакшене или нет. Вот. Он у меня работает, все зашибись. Но в какой-то момент бах, там, и он за 5 секунд там все 32 гига выжал, начал свопать. Это происходит в рандомные совершенно моменты времени. И как бы единственное, что успеваешь сделать, это, допустим, хип снять просто с него, пока он вообще полностью не умер и сервак не лег вообще. Вот. И ты такой смотришь, допустим, по коду и не понимаешь, вроде код такой божественный и все круто выглядит. Потом смотришь в алграйндом, он тебе говорит, ну да, твой код, чувак, классный, там нет никаких неутечек, ничего вроде нет. Вот. А, ну, как бы он типа течет. Вот. Каким-то образом из этого дампа, допустим, вот хип треком тем же можно что-то вытянуть? Там, я не знаю, какие-нибудь типы, может быть, объектов самых часто выделяемых, грубо говоря, там. Если у вас есть какое-то достаточно большое время между тем, что вот вы заметили этот кейс и все упало, да? Нет, нет времени. Вот есть там 7-5 секунд и все. И до свидания. Дальше уже ничего не сделать. Ну, скажем так, если вы успеете хип треком подрубиться, скорее всего, он вам ответит, что потекло. Вот. Нет, так нет. Ну, а что тут сделаешь? У вас приложение работает хорошо, а потом раз и упало. Просто вот, допустим, хип есть, я его в какой-то момент, допустим, успел поймать сервис, успел хип снять просто. И у меня вот он лежит. По этому хипу там можно как-нибудь? А у вас на чем код? Есть ли секрет? На плюсах? Я слышал. Я сам это не использовал, но коллеги мне подсказывали, что есть плагины для GDB, которые, если у вас есть с код-соторвающими символами, то вы можете построить какую-то статистику, но я этим никогда не пользовался. Это интересный кейс. Спасибо. Спасибо. Подсказывает, что есть на питоне плагин такой. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Вот, когда сталкивался сам с выбором профайлера, один из таких важных аспектов был то, что некоторые профайлеры, они сами очень большое влияние на производительность оказывают. И вот из-за этого результаты там смазываться могут сильно. Вот из тех инструментов, которые вы представили, можете как-то отранжировать их по степени влияния на само приложение? Но я специально вот не советую Valgrind, потому что он именно грешит этим. Perf он особо такого не вносит, Hiptrack он особо не вносит. То есть, нет. Ну, то есть, разумеется, они какую-то вносят погрешность, но насколько я осведомлен, она недостаточно большая, чтобы портить результаты, чтобы, ну, недостаточно сильно портить понимание, где тупит или где вытекает. То есть, ну, названные инструменты в этом плане хорошие. Но у нас еще есть минут пять, если кто-то хочет что-то сомнеть. Ну, тогда всем спасибо, ловите меня в кулуарах. Спасибо. Спасибо.